это а что это такое вы думаете это ее размер можно померить ну тогда мы померим сколько это стоит что а зачем ей платье мы сегодня идем в гости мой брат пригласил нас к себе вы знаете мой брат очень строгих правил тогда это платье не подойдет вы так считаете а этот свет ей идет как вы думаете да мне кажется очень идет я вам открою один секрет моя подруга довольно консервативно настроена для нее это слишком открытое платье а здесь что ни одной примерочной нет ну и ладно вы считаете этот цвет ей идет да он идет к свету ее волос волос а ну да а чтобы вы чувствовали если бы вы отправились в гости в таком платье я бы выделялась из общего ряда выделялись бы ей нравится так ходить она же пришла покупать одежду поэтому она слегка обнажена как вы думаете это платье ей идет скажите это платье ей идет или нет определенно что определенно идет вы уверены да смотрите прекрасный вырез вырез да ну-ка поверните к ее а что такое я застегну я застегну молнию обычно я застегиваю молнию сам я это очень люблю больше всего на свете это моя подруга элис она говорит что ей нужна настоящая шуба есть да а туфли для нее есть 7 долларов а шуба сколько стоит 25 25 долларов элис ты не хотела тратить больше двадцати ведь так ты потратишь 25 что она сказала она сказала я знаю что она сказала я сам могу сказать что она чувствует женщины вы сами знаете с ними непросто правда что делает женщин такими трудными в общении они хотят сделать мужчин счастливыми это настоящий мех да и лис а как она узнает что мех натуральный они искусственные пусть посмотрят я аккуратнее аккуратнее вы ее руку сломаете отлично элис прекрасно выглядите вы считаете ей идет да вот вам 20 долларов и разошлись идет а вот шутку которую вы можете сыграть сами ставьте в кошелек моторчик положите его на тротуар и притаитесь неподалеку с видеокамерой до конца для инвестиций мы в а и и и а и и КОНЕЦ КОНЕЦ После небольшой паузы шутки из телевизионных и рекламных роликов. Когда шутишь с животными и происходит осечка, возникают новые шрамы. Но вот как Карл Уэллингтон, один из крупнейших дрессировщиков Калифорнии, шутит с одним из своих животных. А сейчас молодой человек по имени Гарри, которому нужно было брать уроки речи и пения. Привет, меня зовут Гарри, мы демонтируем... То есть ремонтируем ваш офис. Привет, меня зовут Гарри, мы ремонтируем ваш офис. Привет, меня зовут Гарри, мы демонтируем... Ремонтируем ваш офис. Дубль семь. Дубль семь. Улыбайся. Да, хорошо. Хорошо. Я буду улыбаться. Да, я счастлив. Я счастлив. Прекрасно. Ну хорошо. В Сиэтле звоните 938 14 22. В Такоми 475 14 20. Нет. В Сиэтле звоните 938 14 22. В Такоми 475 14 22. В Такоми 475 14 20. Правило номер один. Никогда не снимайте рекламный ролик со скользящими кружками. И начали. А вот и мы. Разнообразные интересные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Вот некоторые из них. Все ближе и ближе. Разнообразные интересные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Не хватило какого-то дюйма. Вот некоторые из них. Ну сейчас-то получится, да? Да? Нет. Разнообразные интересные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Может быть парню нужно сместиться немного влево? Разнообразные интересные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Я думаю, помощник раньше работал на гонках Инди 500. В городе Туссон вас ждут разнообразные интересные события. Разнообразные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Попал, но немного выплеснулось. А сейчас режиссер сказал, что ему все это надоело, и следующий дубль он снимет без скользящей клюшки. Очевидно, помощнику об этом сказать забыли. Разнообразные события ждут вас в городе Туссон, штат Аризона. Вот некоторые из них. Любителям кино и музыки понравится эта шутка. Мы назвали ее «Король поп-музыки». Брайан Столлар представляет. «Король поп-музыки» «Король поп-музыки» «Король поп-пусти» «Король поп-музыки» «Король поп-музыка» «Король поп-музыки» Субтитры создавал DimaTorzok А вот еще один фильм Брайана Столлара. Он называется «Невероятный громила». Надпись «Рентген». Еще один вопрос, мистер Дин. Я же сказал, никаких вопросов. Еще один вопрос, мистер Дин. Мистер Макки, не сердите меня. Вам не понравится, если я рассержусь. Спокойной ночи. Программа «Все за улыбку» И мы хотим поблагодарить наших зрителей, которые прислали нам свои шутки. Некоторые из этих шуток вы видели в сегодняшней программе. Если вы захотите послать нам свои шутки, запишите наш адрес. Программа «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Драйв, Беверли-Хиллс, Калифорния, 90-212. А вот еще одна шутка наших зрителей. Два джентльмена из Австралии. Они работают на телестанции и решили вечерком после работы попить пиво. Я надеюсь, что они не тронут одну из этих синих коробок с пленкой. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Присылайте свои шутки по адресу «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Драйв, Беверли-Хиллс, Калифорния, 90-212. Катся над собой. А вот что нас ждет на следующей неделе. Присылайте свои шутки по адресу «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Хиллс, Калифорния, 90-212. И вы ни в коем случае не должны пропустить наши будущие программы. Присылайте свои шутки по адресу «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Хиллс. Присылайте свои шутки по адресу «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Хиллс. Присылайте свои шутки по адресу «Все за улыбку» 505, Южный Беверли-Хиллс. А сейчас мы отправимся в Атланту, штат Джорджия Мы находимся в Атланте Сегодня нам нужно снять рекламный ролик, ролик о цыплятах Вам нужно резко выдыхать, ясно? Да А потом, потом вы обязательно должны тянуть шею Вы тянете шею и делаете шаг вперед Мы находимся в китайском квартале Сан-Франциско По очень важной причине Мы действительно хотим выяснить, что люди здесь думают о религии и политике А что вот вы думаете по этому поводу? Почему Баптист был бы хорошим президентом? Я не говорю, что он был бы хорошим президентом Просто... Простите? Это надувной микрофон Это надувной микрофон Что бы вы сказали, если бы президентом США стал еврей? Это прекрасно Как голосовала бы ваша семья, если бы на этот пост претендовал еврей? Если президентами были люди других национальностей, то почему бы и не евреи? Простите Пришло время рубрики «Осечки из мира телевидения» Сегодня в ней попавший в грозу метеоролог Поэтому сейчас фермеры должны... Нет, еще раз Поэтому сейчас фермеры должны сидеть и ждать При условии необходимых дождей солнечного света Мы можем рассчитывать еще на один урожай в этом районе Который снова может оправдать свое название Арахисовой столицей мира Несмотря на обилие шуток У нас, к счастью, еще есть время для дурацких затей Что может помешать вам спокойно отправиться за покупками Тележки убийцы? Продюсер Барбара Букер Автор и режиссер Боб Букер Производство Боб Букер Продакшнс Фильм озвучен телевизионным техническим центром По заказу телеканала «Дважды два» Перевод с английского Павел Селенчук